Привет, любознательно! Сегодня в программе новости науки Саралины Киряевой похищение данных при помощи вентилятора. Суровые уральские 3D принтеры и полимеры без запаха. Смотрим. Итак, в мире. Исследователи из университета имени Бен Гуриона в Израиле продемонстрировали способ похищения данных с помощью системы охлаждения. Методу дали название «Фансмиттер». Исследователи установили на персональный компьютер специальное приложение, которое изменяло скорость вращения системы охлаждения в зависимости от передаваемых данных. Информация об изменениях в работе вентилятора передавалась на смартфон ученых. Фансмиттер имеет невысокую скорость передачи данных и небольшую зону покрытия. Однако для использования этого метода не требуется выход в интернет, что позволяет похищать данные с любых изолированных устройств, в которые встроен вентилятор. Данный метод не подходит для считывания больших объемов информации, но с его помощью можно похитить, к примеру, базу паролей. А в России ученые регионального инжинирингового центра Уральского федерального университета представили отечественный 3D-принтер, на котором можно будет печатать широкий спектр изделий – от ювелирных до сверхпрочных промышленных деталей из титана. Он работает с металлическими порошками из медиа, алюминия, железа, титана. По данным разработчиков, скорость плавления на данном 3D-принтере – до 2 метров в секунду. Максимальная температура плавления – более 3000 градусов. На данный момент ученые разрабатывают линейку из 14 отечественных аддитивных машин. Серийное производство разработка будет запущена летом 2017 года. И напоследок в Татарстане. Ученые КФУ помогут крупнейшему мировому производителю полимеров избавить продукцию от посторонних запахов. Это стало возможным после подписания ректором Казанского университета Ильшат Мгафурум соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным и американской компанией Кротон Полимерс ЛЛК. В рамках соглашения стороны проведут ряд совместных научных проектов, одним из которых должен стать поиск решения проблемы посторонних запахов в медицинских и бытовых изделиях из полимеров. В КФУ работу над этим проектом будет вести научная группа под руководством профессора химического института имени Бутлерова Александра Ламберова. А на этом все.